Нерегулируемый переход у заправки ниже Рябинового сквера. Вроде бы зебра. Это всегда островок безопасности. Но только не это. В этом месте невнимательные водители часто сбивают пешеходов. Только в прошлом году было три случая. В эти выходные под колеса угодила девочка. В три часа дня ребенок переходил дорогу, когда на него наехала Тойота Королла с 59-летним мужчиной за рулем. Девочку увезли в больницу. Сотрудники ГИБДД пообещали, этот участок станет безопаснее. Данный пешеходный переход планируется усовершенствовать. Это или поставить светофор с кнопкой, или установить противоскоростные валы. Еще одно происшествие случилось у дворца Металургов. Двое мальчишек зацепились за троллейбус. Прохожие утверждают, детей напугал резкий сигнал клаксона. Парни спрыгнули. Один из них выбежал навстречу и оказался под колесами автомобиля Шеврали Ланос. За рулем была 25-летняя девушка. Убедительная просьба к родителям привести беседы со своими детьми. Напомнить, как опасно зацепляться за троллейбус. Все-таки ребенок может упасть, соскользнуть с лестницы и попасть, соответственно, также под колеса автомобиля. Кстати, родителей пострадавшего было найти не так-то просто. По словам очевидцев, даже с переломами он не называл своего имени. В интернете организовали поиск его родственников. Может быть, этот случай станет горьким уроком для других зацеперов. Нам регулярно присылают видео с такими экстремальными поездками. А вот водитель троллейбуса Ольга Дядькова такую картину, от которой женское сердце леденеет, видит каждую смену. Они же у нас сами поднимаются уже сюда, открывают эту защелку. То есть это небезопасно. Один, если вот так вот, допустим, да, это самое торчит, а другой ниже. Эта же лесенка может ему и по голове. То есть она же откидывается, эта лесенка. Может быть, сход с проводов. Вот, то есть она упала, эта штанга. Это спокойно, она может по голове стукнуть. Хоть как, хоть что может произойти. Почти за 20 лет работы в практике Ольги Дядьковой таких случаев не было. Но впереди час пика, значит, снова глаз да глаз. Вдруг в боковом зеркале снова появятся мальчишки, которые не задумываются, что эта игра может стоить им жизни. Евгения Кокшарова, Лев Собуров, Степан Некрасов. Новости на ТНТ.